В это время бойцы Национальной гвардии МВД эвакуируют людей и животных из зон стихийного бедствия, доставляют гуманитарную помощь в эвакопункты и оповещают жителей об эвакуации. Еще 60 татарауских военнослужащих участвуют в противопаводковых мероприятиях. Гвардейцам удалось заблокировать особо опасные участки от затопа. О том, какую еще помощь оказывают военнослужащие, расскажет нам заместитель командира роты по воспитательной работе Национальной гвардии Алишер Хайрулдинов. Алишер Хуанышевич, здравствуйте. Расскажите, сколько местных жителей удалось эвакуировать силами Национальной гвардии к этой минуте? Добрый день. На данный момент в полсанайской области введен режим ЧС, воинская часть 6697. В количестве 135 военнослужащих выполняют свои задачи согласно Национальной гвардии мероприятия по ликвидации и считая ситуации природного и техногенного характера. Наша миссия в данный момент заключается в оказать помощь пострадавшим лицам, эвакуируя людей, также сооружения из Мешкотары, Арикады в городе Хосанай и Табол. Мы выехали также по тревоге, но и в настоящее время оказываем помощь местным жителям. Наша цель это как спасти как больше людей и предотвратить разрушение из-за павод. Я вот вижу за вашей спиной и жители, помимо гвардейцев, помогают расчищать затопы, заторы. Сколько людей участвует в помощи? На данный момент люди участвуют в таких как Академия национальной гвардии, сотрудники, также волонтеры. Точное количество, пока не знаем, но около 200-300 человек помогают. А гвардейцы как работают? Посменно? Мы работаем в полном составе, с 3 часа утра выехали, так и продолжаем работать. Спасибо, спасибо, с нами на связи был заместитель командира роты по воспитательной работе национальной гвардии Алишер Хайролдинов.